На очередную серию встреч с людьми, чьи права были нарушены недобросовестными застройщиками, глава пригласил представителей прокуратуры, службы судебных приставов и ресурсоснабжающих организаций. Многоквартирный дом на Лысой горе 37 застройщик возвел на участке под СЖС. Через суд строение узаконило, однако с коммуникациями проблема осталась. Водоснабжение и водоотведение проведены самовольно. Официальных 15 киловатт электроэнергии недостаточно для 33-квартирного дома. Чтобы решить эти проблемы, жильцам необходимо создать ТСН, от имени которого и заключать договоры на тех присоединения и обслуживание. Вы должны создать форму управления, ну, наверное, товарищ собственник ТСН, чтобы был там руководитель, и начинать переоформлять, получать технические условия на воду, на электроэнергию, законным способом получать. Другого пути нет. Мы сегодня хотим вам помочь, чтобы вы вошли в правовое поле, то есть как получить технические условия, которые надо выполнить. Суд еще два года назад обязал застройщика, который сейчас отбывает свой срок в тюрьме, подключить дом к электро- и водоснабжению, а также провести противопожарные мероприятия и благоустроить придомовую территорию. Ну, что он сидит, да, но тем не менее у него есть имущество. Мы хотим, чтобы это имущество, оно было не только арестовано, это имущество может быть продано, естественно, выставлено на торги, в нашу пользу эти деньги истрачены на подключение коммуникации. Есть решение суда, но зафиксировано еще маем 2016 года. К сожалению, ни одно решение суда не выполнилось. Судебные приставы бездействуют. Несколько раз мы обращались. Отсутствие активности в работе судебных приставов по подобным вопросам отметили на заседании представителей прокуратуры. После уточнения некоторых нюансов пристав пообещал на следующей неделе запросить в суде необходимое разъяснение. В Краевом реестре проблемных объектов в начале года отчислилось 49 хостинских самостроев. Благодаря слаженной работе администрации и прокуратуры 20 из них удалось из этого списка исключить. С оставшимися 29 объектами работа продолжается.